Дорогие друзья, драгоценные братья и сестры, церкви Новую жизнь города Октава, а также все те, кто находится за пределами этого города, за пределами нашей страны, я хочу сказать вам, что в преддверии Рождества в нашей церкви начался 40-дневное изучение Библии. Дело в том, что мы составили план по изучению Библии, и на этот момент, каждая наша семья в 7 часов вечера, мы собираемся все вместе в наших домах для того, чтобы по плану читать Божье Слово. Я уверен, что когда мы будем делать это, Божье присутствие будет наполнять каждую семью, и проблемы будут решаться. Помимо всего этого, мы также молимся. Мы молимся за наши семьи, мы молимся за восстановление разрушенных отношений, мы молимся за исцеление. И я думаю, что это очень хорошее время для того, чтобы возвратиться к своим духовным ценностям. В течение 40 дней каждый день мы собираемся вместе с нашими братьями и сестрами, мы собираемся с нашими семьями для того, чтобы просто читать Библию. Мы хотим восстановить эту хорошую практику семейного чтения Библии. И я думаю, что уже даже на этом этапе хорошие перемены начинают приходить в нашу жизнь, особенно в условиях карантина, в условиях, когда большие собрания запрещены. И в этих самых условиях мы собираемся с всеми нашими семьями вокруг Божьего Слова. Я обадриваю, вдохновляю каждого из вас, чтобы вы продолжали это делать. Даже если вы отстали от планов чтения Библии, продолжайте. Продолжайте читать Божье Слово. Иисус однажды сказал, вы уже очищены через Слово. Мы должны позволить Богу своим Словом очищать нашу совесть, очищать наш разум, очищать наше сердце, очищать от примесей всего мирского. Пусть Божье присутствие наполнит каждую семью. Пусть совершатся чудеса, исцеления, восстановление разрушенных взаимоотношений, разрешатся все конфликтные ситуации. И пусть Божья любовь и мир в эти 40 дней, вплоть до Рождества, наполняет ваши семьи. Бог да благословит всех вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И если вам нужен план по чтению Библии, пожалуйста, напишите нам. Мы вам его обязательно вышли. Благословение.